Сейчас у нас на прямой связи Москва и как реагирует Москва на сегодняшний референдум в Крыму. Мы об этом поговорим с нашим корреспондентом Натальей Кравченко. Она должна быть на прямой связи с нашей студией. Да, вот уже вижу, Наталья, добрый вечер. Скажите, как официальная власть России, собственно говоря, воспринимает происходящий в Крыму референдум и какие цифры она готовится принять? Добрый вечер, Олег. Несмотря на такие достаточно радужные прогнозы, сегодня официальные власти практически не комментировали события в Крыму. Только вечером пресс-служба Кремля сообщила о том, что по инициативе Ангелы Меркель состоялся телефонный разговор с Путиным. Российский президент заявил немецкому канцлеру, что референдум в Крыму проходит в соответствии со всеми законами. Даже процитировал статью первого устава ООН о равноправии и самоопределении народов. Обмен любезностями состоялся сегодня и между Джоном Кэрри и Сергеем Лавровым. На этом, собственно, все. Но вот, на мой взгляд, сам факт этих переговоров именно сегодня, в день референдума, лишнее подтверждение тому, что как раз итоги плебисцита, ну как бы помягче сказать, не все решают и не все определяют. И пока не будут достигнуты договоренности, либо окончательно не провалены переговоры по линии Россия, США, Евросоюз и даже Китай, то окончательно вопрос Крыма решен не будет. Что касается освещения в СМИ, в российских СМИ сегодняшних событий в Крыму, то я терпеливо понаблюдала за новостями на трех федеральных каналах. И могу сказать, что общая тональность сводилась к тому, что крымчане в ощущении праздника и дружными рядами идут голосовать. Ну а международные наблюдатели при всем своем желании так и не смогли зафиксировать ни одного нарушения. Но на самом деле при подготовке нашего материала мы здесь в Москве столкнулись с абсолютно диаметральными точками зрения на происходящее. Ну и в общем-то обо всем об этом в нашем сюжете. Прямо напротив Российской Госдумы – ресторан. Вывеска без знаков припинания на фасаде, страна которой нет. То ли местный креатив так проявился, то ли глубинный замысел авторов с прицелом на вид из окон законодательного собрания, но получилось под текстом. Зампред фракции «Справедливая Россия» в интервью с событием недели пытается доказать – страна, которой нет – Украина. Аргумент – раз у вас переворот, то власть нелегитимна. И с ней у российской госмашины контактов быть не может. И, как всегда, масло в огонь подливает языковой вопрос. На Украине проводится бесчеловечный эксперимент, когда, по сути, из-за узких людей, которые живут на востоке Украины, в Крыму, на юге, делают украинцы. Похоже, этот мучительный процесс превращения населения в нацию и не где-то за океаном, а по соседству, действительно оскорбляет лучшие чувства государственных деятелей самой большой страны в мире. И аннексия Крыма – только вершина айсберга. Соединенные Штаты и их союзники последовательно идут на восток. Они решили взять всю Украину целиком, лишить ее неблокового статуса. Мы понимаем, что произойдет в ближайшее время. Украина будет стремиться в НАТО. Значит, под моим родным астроном появятся натовские танки. Я этого не хочу. Уже ставшие общим местом заявления отдельных российских политиков влекут изменения законов. Именно справедливая Россия хочет убрать норму о межгосударственном договоре для присоединения к Федерации новых территорий. Элегантность – это не наша сильная черта. Элегантность внешней политики Российской Федерации и Советского Союза. Профессор высшей школы экономики Юргенс много лет отстаивает идею широкого экономического пространства от Дальнего Востока до Лиссабона. Там есть место и Европейскому, и Таможенному Союзу, интересы которых как раз сходились бы в Украине. И Украина в данном случае, мост прекрасный, разодрались, причем с двух сторон. Торг продолжается и сегодня. Тому свидетельство многочисленные встречи и телефонные разговоры как политиков, так и дипломатов. Переговоры осложняются, уверен профессор. Уязвленными после Майдана чувствами первых лиц российского государства. Из нашего молчливого большинства, из которого состоит оплот нашего президента, процентов 70 его, этого молчливого большинства, абсолютно искренне, абсолютно искренне всегда считал и считает, что Крым наш. Дальнейших сценариев у власти анализирует Юргенс несколько. Первый. Крым остается в составе Украины, но переходит под протекторат России по принципу два государства, одна нация. Что-то наподобие китайского Гонконга. Второй. Крым входит в состав федерации не то ее субъектом, не то республикой. И последний. Повторение референдумов по всему юго-востоку Украины. В 20-х годах прошлого века по бессмертному наблюдению Булгакова москвичей испортил квартирный вопрос. Теперь рассорил Крымский. Эхо прокатилось по всей России. Интеллигенции приходится отвечать на запрос уже Максима Горького. С кем вы, мастера культуры? За пару часов до рассвета, собравших зверей и толпу, на лысой горе совета разлегся великий пух. Удавьего племени воин, надежным места раздав, он сам, как удав, спокоен и тащится, как удав. Автор памфлета «Времен Болотной площади» в исполнении Михаила Ефремова – писатель и журналист Дмитрий Быков. Он с трудом нашел время на интервью и говорить согласился только о подписантах нашумевшего письма в поддержку политики российского президента. Ни слова о крымском кризисе. Видимо, государственная пропаганда имеет какое-то очень сильное, не вполне ясное влияние на умы. Видимо, это сильнее, чем разум. Желание принадлежать к большинству оказывается сильнее разума. Вот в чем трагедия. Те, кто против, инициируют Конгресс интеллигенции. Украинцам хотят сказать, что русские не стремятся в Советский Союз и не хотят войны. Соотечественников переубеждать будут по-другому. Тут о Крыме Быкову говорить придется. Нужно дать понять российскому обществу, что никакой фашизм, никакая бандеровщина в Крыму не победила, и Крыму не угрожала, и в Киеве не победила. Значит, никакой угрозы русскоязычному населению и русским не было. Борис Немцов еще не сбитый летчик российской оппозиции. Одним из первых подсчитал, что Крым обойдется российскому бюджету от 50 до 100 миллиардов долларов. Это если все-таки построить мост через Керченский пролив и всю инфраструктуру теперь уже с российской стороны материка. Если нет, то регион будет постоянно нуждаться в дотациях. Минимум 4 миллиарда в год. Что толкает Владимира Путина на агрессию и экономические потери? Ответ политик для себя нашел. Я сначала думал, что он сошел с ума. Ну просто, сейчас я понял, нет, он цинично, в ущерб интересам граждан и моей страны, и Украины, пытается удержать власть любой ценой. Он сейчас вокруг себя сплотил имперские силы, он считает, что он удерживается таким образом власть, а на Россию ему наплевать. Немцов был одним из инициаторов субботнего марша мира от Пушкинской площади до Садового кольца. Но он, по-видимому, и сам не ожидал, сколько людей выйдет на улицу. Нас заставило сюда прийти сильное нежелание того, чтобы случилась война, и сильный стыд по поводу того, что делает наша власть. Наталья Кравченко, Виталий Савенко. События недели. Москва.